Греция. Ещё одна горячая точка на карте для наших дипломатов. В этой стране на долгие месяцы, иногда на годы, не по своей воле задерживаются украинские моряки. Сотни украинцев уже обвиняются или осуждены греческими властями. Приговоры жёсткие. Можно получить десятки лет тюрьмы. Почему люди оказываются в такой беде и кто занимается их спасением? Выясняла моя коллега Елена Зорина. Ловушка в море. Невыездные мы. В поисках лёгких денег или просто по незнанию? Почему украинские моряки всё чаще попадают в переплёт за границей? Около 200 украинских моряков в тюрьмах Греции, обвинённых в основном за либо способствование перемещению нелегальных мигрантов, либо за разные виды контрабанды. Кто-то уже в тюрьме и надеется на амнистию кому-то. Сроки минимум в 10, а то и 100 лет только светят. А кто-то не может понять, почему не начинается расследование. Порт Лаврио, 60 километров от Афины. Именно здесь ждут решения греческих властей 16 украинцев из Одессы. Без обвинений обвинённые. Уже 9 месяцев они привязаны к своему судну. Покидать не то, что страну, даже порт не могут. Вношение просто к террористам. Их судно следовало из Турции в Австралию. Что перевозили, утверждают экипаж, узнали не сразу. Оказывается, у нас на борту больше 800 тонн взрывчатки, взрывателей. И оказывается, мы мимо Австралии ещё должны были зайти в суда. С приездом нашей съёмочной группы активизируется береговая полиция. Хотя формально обвинения морякам не предъявлены, а груз уже не на корабле. С камерой подниматься на борт не разрешают. Мол, всё под арестом. То, что прячут от посторонних глаз, ребята показывают сами. Вся наша еда. Консервы рыбные. От этого люди обычно получают заболевание кишечное. Вот у нас что-то вроде паштета, но далеко не паштет, который тоже есть невозможно. В некоторых помещениях тухлый запах. Здесь хранится мясо. Раньше хранилось. В холодильнике, у кого есть в каютах, понемногу мясо собираем и храним в паразитных камерах. В каютах стратегический запас воды. Так вот мы живём. Но, конечно, не убрано, не чисто. Когда у нас не было электроэнергии на судне, мы вот так вот мылись, умывались. В бутылке умываешься, помоешься там. Кое-как. Пока судовладелец кормил обещаниями, они пережили очень страшное лето. В каютах было больше 40 градусов. Было нашествие ос и всё такое. Были заболевания кишечные. Люди падали с трапов неоднократно. Теперь ждут не менее страшную весну. Медикаменты на борту просрочены. Поставки еды с перебоями. Нам привезли еду до прибытия вашего. Не знаю, может это обстоятельства по поводу топлива все молчат. Через 5 дней у нас оно закончится. И мы опять останемся без воды и без всего. Пока ждут, перечитали горы книг. Практикуются в настольном теннисе, а из подручных железяк оборудовали спортзал. Саша встретил на корабле свои 25. Боится, что и 26 проведет здесь. Это я вот с девушкой. Это как раз именно тот день, когда подписал контракт и уходили в рейс. Кроме девушки дома ждут родители и сестра. Но главный вопрос моряков, когда они вернутся, остается без ответа. Все устали, морально, физически. Привет всем. Зайка, дети. Без паспортов и других документов они ожидают своей участи уже почти полтора года. Историю семерых украинских моряков здесь, в небольшом городке Палеохора, на острове Крит, не знает, разве что ленивый. Знаю, что у них работы нет, денег нет, помогаем как можем. Овощи, вот, все, что есть в лавке. Жалко их. Украинские моряки к нам часто заходят. Мы их бесплатно угощаем кофе. Знаю, что они не могут уехать домой. Дай бог, чтобы они уехали. Они хорошие люди. Их история, как приключенческий роман. Переделанное старенькое рыболовецкое судно вышло из Мариуполя. Прошло семь морей. В Черногории загрузили товар, сигареты. Якобы они направлялись в Ливан. Но по пути у корабля поломался двигатель. И его отбуксировали ближе к Криту. И тут началось самое интересное. Высадивались военные моряки, греческие, с автоматами. Высадили нас, буквально вот сюда всех посадили. Ничего не хотели слушать. И теперь уже много месяцев власти якобы проверяют их на предмет контрабанды. И не предъявляют ничего. И не говорят ничего. И не можем вообще понять, а что предъявить, если груз как был под компом. И так и есть документы на груз. Походу есть. Люди тем временем сидят без зарплат, а иногда даже голодают. Видите, капуста, бумага. Разные, которые необходимы. Сколько времени нужен помощь, мы будем помогать. Брошли до владельца, там ребята, ни деньги, ничего. Купили, что надо, сигареты, курить и так далее. Что необходимости. Понимаете, может лекарства, если надо. Я обещаю, что они будут обеспечивать жилье, питание и что еще нужно. Пантелеймон Бумбурос помогает не только этим морякам, но и другим. Кому продуктами, а кому оказывает и юридическую помощь. Все потому, что защитить их здесь просто некому. Примерно 12 до 15 тысяч моряки работает грецкий судно. В 17-м году украинский народ, моряки, получили минимальные 300 миллионов долларов зарплаты. Сначала за моряков просили родственники. Они властям сюда пишут, в Раду пишут, туда пишут, в министерство. От этого уже нет. Теперь подключились дипломаты. Уже известно о трех таких судах с украинцами. На этих трех суднах перебывает 26 граждан Украины, членов экипажа. В каждом случае судно затриманное с определенных причин. Но официально власти Греции отмалчиваются. На наш запрос о судьбе заключенных на кораблях в прокуратуре ответили. Идет расследование. И потому никаких комментариев. А вот юристы утверждают, пока бессильны. Официальных документов не видели. Судебная процедура не запущена спустя 14 месяцев. Так что выводы, виновны они или нет, делайте сами. Думаю, через месяц-два ситуация разрешится. Ждем разрешения прокурора. Очень похоже на то, что греческая сторона сказала «А» и теперь вынуждена говорить «Б», потому что признать незаконное задержание судна означает выплачивать компенсации за потерянную выгоду для судовладельца. Пока ждут хоть какой-то ясности со стороны адвокатов или прокуратуры. Моряки живут вот в таких условиях. Хорошо, аккуратно, потому что трапы у нас такие. Проходим. Сына. Ну вот каюта такая. Это бывший мостик. Были крысы. 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 Так и нет. Здесь живет у нас повод. Как он здесь помещается, я не знаю. Без ветоши не открывается, без ветоши не закрывается. Вот такие условия. Кок Дмитрий уже отметил на корабле второй день рождения своих детей-двойняшек. Это два годика. Это как раз перед моим уходом в рейс. Тысячу слов в минуту. Что, почем, как. Это надо видеть со мной. Но когда Дмитрий сам увидит детей, и чем закончится вся эта история, ответа пока нет. Из Греции. Елена Зорина, Алексей Шматов и Марьяна Бурякова. Подробности в неделе. Телеканал Интерн. Елена Зорина сейчас на прямой связи с нашей студией. Как раз с одного из кораблей, на котором украинские моряки вынуждены ждать решения своей судьбы. Лена, я приветствую. Скажи, пожалуйста, что это за судно? И как долго уже наши ребята вынуждены жить вот так в таких условиях? Алексей, добрый вечер. Мы сейчас находимся на острове Крит в небольшом городке Палеохора. И два последних дня мы провели с моряками на судне, которое удерживают почти полтора года. Рядом со мной весь экипаж этого корабля. И хочу сказать, что здесь ребята из Одессы, Херсона. Вот капитан из Харькова. За все это время ребята устали как морально, так и физически. Ну, видели сюжеты, в каких условиях они живут. Собственно, не видят, как подрастают их дети. Скучают по родным, кто по жене, кто по детям, кто по мамам и так далее. Переговая полиция, ну вот было такое условие, что мы с камерой на корабле находиться здесь не можем. Поэтому оператор у нас находится на соседнем судне. Ну и вот, собственно, у меня есть вопрос к капитану этого корабля, Михаилу Дементьеву. Как, собственно, греческие власти объясняют, почему вас здесь так долго удерживают и почему, собственно, у вас забрали документы? Ну, документы забрали, очевидно, такая процедура у них существует. Очевидно, что для того, чтобы мы не разбежались, они находятся здесь и в Лиманхаде, и в береговой полиции все документы. И наши личные судовые документы. Мы сейчас находимся под статусом, якобы идет расследование. Это расследование продолжается уже почти полтора года. Когда оно закончится, не имеет никаких сроков, никто не может там сказать, когда оно в конце концов закончится. К сожалению, жизнь заканчивается. Жена уже не надеется меня увидеть. Живым при этой жизни, так как и многие здесь ребята, многих дети, матеря, родители тоже старые. В общем, куда-то уходит это расследование, все время длится, длится, уходит куда-то в бесконечность. Никто, ничего нам ответить на этот вопрос не может. Но мы хотим поблагодарить всех, кто принимает живое участие в нашей судьбе, и кто борется за наше скорейшее освобождение. И перечислять очень длинный список, потому что здесь очень много людей участвуют. Большое всем спасибо. Хотелось бы выразить отдельную благодарность жителям Полиохуры, которые очень хорошо и с большой теплотой к нам относятся, очень дружелюбные. полиции, фонду Бурбулиса очень помогает, помогает фонд Сименс Сосайте. Может быть, хотите передать привет? Обязательно, конечно. Хочу передать привет всем родным, близким и друзьям. Надеюсь, что мы скоро-скоро уже встретимся дома, и все будет хорошо. Теперь хочу, чтобы время осталось ребятам что-нибудь сказать. Да, вот, собственно, вопрос есть к старшему механику. Видим, что и ваши родственники, дипломаты пытаются добиться, ну, хотя бы какого-то результата, по крайней мере, ясности. Ну, вот, есть ли подвижки, и, собственно, что вы по этому поводу знаете? Ну, вот уже на протяжении 15 месяцев наши родственники отправляют письма в разные инстанции, вышестоящие в Министерство иностранных дел, в посольство Украины, в Греции. Ну, так, конкретной информации, почему нас здесь удерживают на протяжении 15 месяцев в Греции, мы не знаем. И никакой информации мы не владеем. В начале декабря того года приезжал адвокат и сказал, что ваши следственные действия закончены, состава преступления не обнаружены, в течение месяца вы будете отправлены домой. Ну, вот уже середина февраля, так ничего больше, никакой информации мы не имеем. Кто дома ждет? Дома ждет меня сын, жена, мама, за которыми я очень скучаю и хочу передать привет вас, в особенности своему сыну Александру, жене Наташе, маме своей. Я скоро вернусь, а все будет у нас нормально. Леш, еще можно, вот, пожалуй, единственная возможность, когда ребята могут напрямую пообщаться со своими родственниками. Безусловно, можно, Лена, конечно же, мы не проводим. Я тоже хотел передать привет своей семье, близким, друзьям. Я вас очень всех люблю, главное, не переживайте, не волнуйтесь. Надеюсь, скоро встретимся. Вот еще. Не, я своей супруге, конечно, это Светлана Александровна, она, возможно, очень волнуется за меня. Очень. Я ей не могу дозвониться. Это вот, кстати, отец и сын. Да, вот сын сейчас передаст привет. Да, передаю привет моей любимой мамочке, бабушке. Пусть не скучают, не болеют. Ну и украинскому народу желаю, чтобы они были успешными и не попадали никогда в такие ситуации. Ребят, искренне надеемся, что ваша история скоро разрешится. Алексей. Мы тоже очень на это надеемся, Лена здесь, в Киеве. Передай, пожалуйста, всем ребятам слова поддержки от меня. Пусть держатся силам выдержки и обещания, что мы не забудем об их истории, один раз осветив ее, да, в прямом эфире. Обязательно будем следить за их судьбами, но и помогать, чем сможем, хотя бы медийной поддержкой. Спасибо. Лена Зорина была со мной на связи из Греции.